Доброе утро, мои хорошие! Проснулась я, приехала мама, я зашла на YouTube, думаю, дай почитаю комментарии, там что-нибудь, сейчас собираюсь намассажить. И, в общем, сняла на свой второй канал видео Fixed Price с едой Тани. Я поняла, что нужно немного какие-то разъяснения, потому что вот выпустив просто видео, посмотрев, у каждого складывается какое-то разное впечатление, которое меня просто выбешивает от того, что оно не соответствует совершенно действительности. Ну, в плане, вы видите картинку, да, вот кто смотрел это видео, я ссылку оставлю на это видео. Посмотрите это видео, да, вот сейчас просто посмотрите видео это, поставьте стоп, сделайте свои выводы, а потом продолжите это видео слушать. И вот свои впечатления первые, да, которые от видео у вас возникают, сравните с тем, что я вам сейчас скажу. Во-первых, первый комментарий, который часто комментируется, это то, что я тяну на себя одеяло в видео, там, что с другими подругами, да, что с Татьяной на себя тяну одеяло, типа я такая в центре. Девочки, вы просто, наверное, не знаете, как снимается вообще видео. В видео должна быть динамика, чтобы вас смотрели, чтобы под вас не уснули, понимаете. Говорить нужно громко, чтобы люди не прислушивались. Соответственно, люди, не привыкшие к камере, они садятся и немного теряются. Они боятся слова сказать, конечно, они боятся выглядеть как-то, потому что тысяча комментариев, которые уже вылились на Таню негативных, она боится лишнего слова сказать, чтобы ее там не обхаяли. Тем не менее, даже ведя себя там скромно и интеллигентно, да, если нас сравнивать с Таней, то я вам скажу, что по скромности и интеллигентности Таня как бы, ну как вам сказать, человек ростовский, простой ростовский человек, понимаете, правду матку. Вы посмотрите наше предыдущее видео, где она как раз-таки говорит, что она очень открытый человек и мало когда думает, что кому-то что-то будет приятно вообще слышать. Просто на видео человек немножко потерялся, поэтому мне пришлось брать на себя инициативу и тянуть это видео, потому что она немножечко испугалась, потерялась после всех этих комментариев. Да, и видео может быть выглядит так, что я тяну на себя одеяло, но на самом деле я просто вижу, когда человек молчит или говорит тихо, или теряет слова какие-то, то мне приходится выступать в главной роли, чтобы видео не потеряло динамику. Конечно, это я пытаюсь держать марку своих видео, я стараюсь всегда быстро говорить, чтобы ваше время экономить. Да, я могу много говорить, но вся информация ценная. Следующий момент, очень многие говорили о том, что мы там, короче, едим на ночь торты, и едим Макдональдс, а сидим как бы и типа харчи перебираем фикс прайса, там то не то, а это говно, траля-ля-ля-та-та, в основном там я, да. Да, я ничего не говорю про еду, которая вкусная в фикс прайсе, но когда мы пробуем там какие-то желе непонятные, из чего сделанные, да в любом магазине, в котором бы я не купила, для меня бы это было реально, ну вот невозможно есть. Это не вкусно, не как-то, и еще там куча состав непонятных, да. Я легко могу назвать еду говном, ту еду, которую просто считаю, что есть отвратительно, нельзя есть от того, что там состав какой-то и так далее. Конечно же, я не человек, который там пипец как разбирается в составах в этих, да, и могу что-то вкусненькое съесть и не посмотреть на состав, а там на самом деле полное говно. И я не, ну, то, что нельзя есть, просто нельзя есть. То, что вызовет у вас и воспаление какие-то, и прищипа высыпают, и чуть ли не по-женски какие-то проблемы будут, не исключено. Вот. Конечно, я не разбираюсь в этом во всем, как следует. Но почему, если я явно вижу, что это невкусно, и состав ужасный, я почему не могу высказаться по этому поводу? Я высказываюсь. То есть, чипсы тоже, они не блещут полезностью, но они хоть минимум вкусные, понимаете? Плюсы из печи сделаны. Короче, потому что, да, это не в фикс-прайсе особо дело, просто я тестировала фикс-прайс, поэтому говорила, купила бы я невкусные продукты в пятерочке или еще где-то, я точно так же бы говорила. Но как бы фикс-прайс, у нас вот с фикс-прайсом дела обстоят, да? Дальше, то, что мы пробуем одну конфетку на двоих, или я там из рук прям выхватываю, там, не знаю, чуко-пайку или еще что-то. Да, действительно, это для меня еда нелюбимая, я не люблю это есть, поэтому я не хочу есть целое печенье или откусил и положил. Я наоборот-таки думаю о том, что лучше мы съедим что-то одно на двоих, попробуем, да, а все остальное целенькое я отдам. И чтобы вы понимали, все продукты потом я отдала. Отдала тем, кто будет это есть. Отдала Таня, Таня знает, кому отдать, кто будет есть все эти сладости, кто их покупает и кто их любит. Так что жадность, что я выхватываю, что мы там одну конфетку пробуем, а потом я буду все это сама точить, как бы, да, и опять-таки. И всегда, девочки, с кем бы я ни снимала фикс-прайс, я всегда отдаю еду тем, с кем я снимаю фикс-прайс. Если им нужно, если они едят, если они любят, я всегда это отдаю. Поэтому в жадности меня уличать, это вообще бесит меня это, бесит, бесит. То, что за кадром ничего не понимается, как это, мотивации все, и просто делаются выводы какие-то на ровном месте. Какая-то я такая плохая, гнилая, жадная, тяну одеяло на себя, грубая. Бесит меня это, бесит. И вообще я вам скажу, делать выводы по картинкам, по фото, это глупо. Глупо делать выводы, нет, выводы можно делать, но глупо делать выводы и быть в нем 100% убежденным. И еще высказывать свое мнение, что вот я вижу, ты такая, такая, раз такая, а вот этот человек такой, такой, раз такой, и вся эта ситуация такая, раз такая, с каким-то глубоким внутренним убеждением, это всего лишь картинка. Вы не знаете ни меня, ни Таню, какая она есть в жизни, да, ни наши взаимоотношения, ни вообще как человек. Вы только видите картинку, вы только видите то, что вам показывают. Я стараюсь показывать максимально все, как есть, но тем не менее, даже стараясь все это делать, вы не увидите картину полную. Поэтому если не хотите, вот кто высказывается, да, прям вот так вот, яро, не хотите выглядеть глупо, не делайте таких 100% выводов, потому что это выглядит смешно. Но лично для меня выглядит смешно, когда я вижу, что люди пишут вот какие-то такие вещи с каким-то таким убеждением, хотя они не знают на самом деле как. Я для себя, конечно, делаю тоже заметочки, что лишний раз убеждаюсь, что нельзя делать выводы по картинкам и так далее. Каждый раз себя дергиваю, когда я, например, вижу картинку, может возникнуть какая-то зависть там некоторая, да, это там раз и резко у тебя ум, он настолько быстро фокусируется, что ты сразу обращаешь внимание на негатив, ты сразу на минус какой-то обращаешь внимание, а потом лови себя на этом минусе, ты почему обращаешь на него внимание? Ах, тебе как сильно понравился человек, да? Нужно немножко его в своих глазах припустить, а у него там волосинка торчит, а у него там ноги не побриты, к примеру, да? Хотя человек идеальный, просто красотка, умница, красавица, целеустремленная, добрая, все ее любят, а ноги не побриты, да фу, да как так можно? Ну, к примеру, да? Поэтому стоит на это обращать внимание и... Выбесили комнаты. Нарядилась, дома у меня так прохладно, знаете ли, а на улице жара, прям можно снимать даже вверх. Короче, наговорила сейчас кучу всего по поводу комментариев по фикс-прайсе на втором канале, и сейчас думаю, нафиг я все это высказываю, пытаюсь открыть кому-то глаза. Все равно... Каждый видит то, что хочет видеть. Я, наверное, вырежу все, что я там говорила, не буду оставлять. Пусть каждый находится в своем... в своем мире, в своем взгляде. Мои хорошие, я вышла из ванны. Смотри, как идет голубой с розовым, да? Унитаз на фоне. Да, просто убираемся сейчас. Я пришла после LPG массажа. Кстати, девочки, под видео, я не знаю, говорила вам или нет, я под видео оставлю ссылку. Нашла у себя на районе местечко, где просто безумно привлекательным ценам делают LPG массаж, кавитация, что еще там делает она? Этот плазмолайнер убирает растяжки. Что еще? Блин, массаж, миостимуляция. Вот ногу, например, сегодня мне кучу всего наделали, на самом деле, я смотрю, уже третья процедура, уже результаты, я смотрю, уже целиком меньше стало. Это классно. И реально находка, потому что девочка очень хорошая, это родственник моей очень хорошей знакомой, которая мне помогла когда-то похудеть, и до сих пор я себя держу в тонусе благодаря ее советам, некоторым которым до сих пор придерживаюсь. Ну, я проходила марафон, похудела как следует, достигла того, что я хотела, и сейчас не набираю, потому что остались кое-какие правила, которые я, маленькие, причем такие правила вообще не напрягающие, поменяла кое-что в своем питании, там тот же, например, сахарозаменитель вот использую, например, да, или соевое молоко употребляю, перестала там сахар, сиропы все употреблять, и оказывается, ну, сладкое там, да, на ночь я могу, конечно, чуть-чуть себе позволить, но в целом я как бы знала, что можно, что нельзя, и заменяю некоторые продукты, которые раньше ела, например, заменяю их на более полезные. И я вам скажу, это дает свои плоды и результаты, я абсолютно себе вообще ни в чем не отказываю в еде, я не сижу сейчас на диете, и я не набираю, и я понимаю, как мелочь какая-то может сыграть какую большую роль, да, на весе, на вашем. Вот, и сейчас вот хожу к ее сестре на LPG массаж, она вообще, короче, там, тренер, чемпионка, у нее высшее образование по всем этим вещам, и она очень хорошо знает анатомию, тело, как, что вообще нужно, подберет индивидуально каждому процедуру, и самое классное, что у нее суперметрические, очень доступные, ниже, чем везде. Что, солнышко? Девочки, у меня открытие, А помните такую песню? Лимбо, твоя песня пригожая Помните? Дальше там поется На калинику-малинку Мама знает. Я всю жизнь, девочки, пела Калиника-малиника И все время думаю, что за калиника-малиника? Это какая-то вот нерусская песня, калиника-малиника. Вот сейчас я сижу просто, вот, открытие дня, сижу, купаюсь, и такая Калиника-малиника. А может быть... Ну, начинаю рассуждать, что за лимбо, что за кто-то из наших моряков, а потом думаю, Калинка-малинка. То есть он так просто поет. На калинику-малинку Уже больно похожая Лимбо Представляете? Лимбо Скажи, а не был ли предок твой Из наших моряков? Калинка-малинка, Ёперный театр Всю жизнь в неведенье, в заблуждении Калиника-малиника Так, накупила костюмчиков, носочков, футболочек И У меня же подарок в Sunlight еще Сейчас пойду возьму Что-то мне должны были там подарить Крошки мои мне подарили Подарили подвесочку такую прикольненькую Я, кстати, хочу такой бриллиантик Но это, наверное, будет очень крутой бриллиантик Сейчас покажу Вот Если брать такой бриллиант то это будет, конечно, космос денег стоит. А так мне вот на день рождения подарили в серебре такой вот камушек. Ну, если я найду что-то такое, что я хочу, ну, может быть, поменьше будет у меня камушек, да, ну, бриллиантовый. Вот. А этот кому-нибудь задарю тогда, пока он будет у меня красивенький. Вот, смотрю и прям не могу выбрать, что же, что же мне. Вот такое можно, наверное, ванну, чтобы цвет менялся от цвета мыла, например, да. А вот в кухню что-то хочется, вот, я не знаю, может быть, вот такое или вот такое. Только здесь два разных цвета стоит. Такое симпатичное. Тоже софт цвет. А у меня, по-моему, такие же фасады. Вот это было бы даже прикольнее. Но она одна. Сейчас посмотрим. Прям, короче, что-то хочу поменять, заменить. Поменять, заменить. Эти тёмные. Ну, такое тоже ванны, наверное, больше. Блин, что-то интересное. Какая-то интересная там система внутри. Ну, эти простенькие. Вот такой цвет тоже мне подходит. Ну, что-то глянцевое, не хочется. Короче, ещё смотрю. Сейчас вообще мы пойдём с вами полочки смотреть. О, глянется побольше. А это, по-моему, как раз-таки так уже обколупывается, видите? О, вот ванна. По 388 рублей. Смотрите, какие аккуратненькие. А это что такое? С дырочками какими-то. Стаканчики какие красивые. Бух ты мой. Бух ты мой. Вот такие большие. Это, наверное, ванну как раз, да? Широкие. Паянные. Нет, это ванна тоже. Какой огромный выбор. Мы в Леруа сейчас. Вот я зашла в Леруа. Сейчас посмотрим. Вот беленькие, классические. Вообще по 180 рублей. Смотрите, какие симпатяшки. Аккуратненькие такие. Ну, пластиковые. Тут всё почти пластиковое, даже если вот так выглядит красиво. О, гламурис. Так. Вот тоже классные. Классные. О, большие. Блин, не хочу вот эту резню никакую. Хочу. Если брать, то гладкие. Вот такое, например, 681 рубль. Так, ладно. Смотрю пока ищу. Потом, может, в покупках покажу, что взяла. Из всего многообразия, которое я здесь увидела в Леруа, мне понравился только один шкаф. Без... А, нет, вот ещё. 7,800... 7,800. Ну, да. Вот, один шкаф. Вот этот понравился мне. Смотрите. Вот он. Ну, он узенький. Мне таких два надо. Это будет уже 15,000. Мне даже три можно было бы таких. Чего они все такие маленькие, не пойму. Вот он у нас, получается, 30 сантиметров. Да, мне как раз вот два, да. Было бы хорошо. Короче, поеду на рынок в ближайшее время, посмотрю, какие цены там на безручки. Я что-то забыла. Буду скрывать уже от вас. Вот взяла вот такие. Может быть, в покупках. Скажу, почему такие взяла. А что в покупках? Может, здесь... Короче, я сравнила. Они пластиковые. Я сравнила их со стеклом. Стеклом чуть-чуть, всё-таки, думаю, опасно. Там будет кафель, об стекло будет биться. Может, он разобьётся. Нет, нет. Колется, треснет. А эти пластиковые, но они глянцевые и прям похожи на стекло. Ну, короче, так же хорошо смотрятся, как будто они стеклянные. Так, девочки, смотрите, как было. Сейчас я вот это перелью в бежевую, а это в белую. И посмотрите, как встало. Так, ну и вот как встало теперь. Вот. Очень красиво. И не перепутаешь, потому что в ванне тоже такого же цвета у меня идёт. Беленького. По-моему, очень красиво. Прям гламури. И все, конечно, всё убрала ещё здесь. Так будет губка здесь всё такая. Кстати, белая, чёрная здесь более гламурно смотрится. Ну, вот эти вот жёлтые я поменяю на белые в дальнейшем. Пока они лежат, всё портят. Вот ещё в темноте, посмотрите. Просто они бомбезные. Они ничем не отличаются от керамики. Они очень круто смотрятся. И при этом не страшно их уронить. Ну что, доброе утро, мои кошечки. Я вам обещала мои луки снимать постоянно. Сегодня я добралась за своей джинсовке. У нас холодно сейчас. Денька одевает кроссовки. Всё, надели кроссовки. Вот классная рубашка, кстати, у Деньки. Я тоже хочу рубашку такую, чтобы у меня не джинсовка была, а рубашку. И ты хочешь такую? Надо нам будет где-нибудь найти рубашки классные такие. И заказать. Как у Деньки. Будем за Денькой повторять. Смотри, как он у меня модняк вообще. Вот, ну короче, вот, я решила это. У меня на этих джинсах заниженная. Они удобненькие, классные. Но заниженная талия такая немного такая. Или это средняя посадка считается. Мне не нравится. Смотрите, как у меня животик. Это я хожу на LPG массаж. Обалденно. Стройню своё тело. Вот, скоро в Москву. Встретимся с Люсей. С любимым. Так, ну всё, мы готовы. Поехала сейчас за кое-какими покупочками. И возьмём вас с собой. Да, День? Да. Ну, пошли. Слушайте, дома реально холодно. Ноги мёрзнут. Хочется одеться тепло. Оделись. Выходим на улицу. Я сейчас съеду. Мне жарко. Хочется снять. Что за непредсказуемая погода. Не, ну ветерок прохладный. Вот что. Он прохладный реально. Сейчас вот чуть-чуть жарко, а потом раз и будет холодно. Зашли в Рибок. Покупала любимые мои костюмы. И мне что-то понравилось. Вот этот вот. Здесь сейчас распродажа такая крутая. Ну, скидки хорошие. Мне вот этот костюмчик понравился. Это моя футболка выглядывает здесь. И получается Рибоке у меня и кроссовочки, и вот сюда так. Классный, мне кажется, костюмчик. Сейчас размер другой померяю ещё. Ну что, мои хорошие, мы пришли домой после покупочек. Поели. Мама тут сняла посудомойку. В общем, там первое тестирование у неё на каналах будет. Вот. А я сейчас говорю, мам, ну вот мы поели уже, смотри. Вот, смотри, не хочу это мыть руками. Я вообще ненавижу мыть руками вот эти вот пластмассовые штуки. Особенно, если что-то такое, хоть немного жирненькое там лежало. Вот. Это индейка тут лежала, тут картошка лежала. Потом, что ещё? Мы мороженое сейчас поели, Денька поел, тарелки. Я говорю, давай насобираем. Вот сейчас будем затаривать за целый день. Мы же ещё будем кушать сейчас только полседьмого. Затарим и вечером включим её, да? Посудомоечку. И вот прям не надо мыть. А, вот Денька поел. Мороженое. Стаканы какие-то ещё. Чё-нибудь приготовлю ещё, может. Затаиваем посудомоечку. Привет, мои хорошие. День новый. На самом деле я не снимала два дня влог. Вот. И что делали? Мы ходили по магазинам. Мы готовимся к отъезду в Москву с Денечкой. Вот. Без всяких лишних подробностей. Для того, чтобы меньше рассосоливали злопыхатели. Вот. Всё хорошо. Едем в Москву. Проведём немного времени там. Вот. И вернёмся домой. В общем, недельку у нас не будет. Я готовлю сейчас для вас видео нон-стопом, чтобы вам было что смотреть. И покупаю в дорогу всё, что нам нужно. Вот. Ну вот сегодня собираемся выходить. И по возможности я вам поснимаю то, что считаю нужным. Сюда поснимать, да? Опять же, чтобы не было лишних разговоров непонятных. Вот. Сегодня снимала видео вам там с укладочкой на второй канал. Если что, посмотрите. Ссылочку оставлю. Вот. И макияж тоже, который у меня сейчас тоже есть видео. Я там тестировала новый DD-крем от Faberlic. Короче, много всего. Ну, а мы собираемся. Зафиксировала сейчас свой макияж. Вот такой вот взяла Makeup Fixing Mist. Микс фиксатор макияжа с белорусской косметики. 200 рублей, что ли, стоит. Или 250, не помню точно. Аромат приятный. Ну, посмотрим, как он будет себя вести. Если всё будет хорошо, то ничего не буду говорить. А если будет что-то плохо, то включусь и скажу. Короче, это я на всякий случай, если вдруг я забуду о нём что-то сказать. Всё, мы вышли из дома. Кстати, наблюдаю сейчас только за своей прической. И понимаю, что реально объём есть. Когда я только делала, я ещё этого не оценила. Я сейчас смотрю, ну, совершенно другой вид. Объём огромный прям. Ну, хороший объём. Вот так я сегодня выгляжу. Молошка. В кроссовочках и в этом сарфанчике обалденной. Фух, крошки. Какой-то день вообще сумасшедший. Я в очередях, в ОФЦ, в поликлинике. То, всё, короче. Ну, как бы всё двигается, всё нормально. Но сам факт, что на это уходит просто целый день. И я поела утром пельмешки с пармезанчиком. И мне так хочется пить. Я впервые за долгое время, воды нету, да, и купить её негде в ближайшее время. И очередь боюсь пропустить. И просто я сижу, мне такой сушняк аж тошнит, представляете? Так что сейчас я хочу срочно что-нибудь прям попить вкусненькое взять. Сейчас заеду ещё к маме. Ещё нужно в банк. Оказывается, все социальные выплаты сейчас, ну, лично у нас в Ростове так, они перечисляются на Сбербанк Мир. И теперь по-любому мне нужно эту карту оформить. Вот такие дела. Доброе утро, мои хорошие. А-а-а! Это вообще какой-то трешкинг-кикэшкин, блин. Спонтанно просто мы уезжаем на самом деле. И билеты уже купила все. И столько всего хочется сделать. И Деньку подстричь. Мы сегодня записались. Я всё, не могу никакого это подстричь. Мама уже говорит, что пора подстричь ребёнка. Я говорю, да-да, надо подстричь. И тем более едем. Едем в гости. Надо подстричься. Короче, записалась на стрижку в 3 часа. И у меня 2 часа 20 минут для того, чтобы снять 2 видео. Но я толком ещё не проснулась. Я только первую кружку кофе пью. Пока пошли умываться, с Денькой поняла, что я хочу маску сделать. Прям вот хочу сделать. Какая-то маска корейская. У меня их очень много, поэтому одну из них взяла. Прикольненькая. Так, ещё что, я надо записать в сторис. Так, ну что, мои хорошие, я собралась. Вот это платье мне очень-очень нравится. Я его заказывала в Васильке. Кто-то писал, платье не очень нравится. А кто-то сравнил его вообще, что в Заре подобные платья продавались. На мой взгляд, на мой вкус, я считаю, что это достаточно современное платье, которое отлично смотрится под кроссовки. И если ещё одеть сверху, надеть, одеть, не суть, важно. Пиджачок белый, под белые кроссовки, будет вообще просто бомба. Но сейчас жарко на улице, и поэтому я... Так, естественно, я ничего не успела снять, девочки. Я выхожу, вот. Унитаз открыт. Девочки, открыт всегда туалет. Почему? Потому что Милка ходит в туалет. У меня здесь ещё всё в разгроме. Так, вот так вот выглядит эта платьица. Не смотрите на задний фон. Это у меня всё на отдачу. Здесь на постирушке разложила, чтобы ничего не потерять, не забыть. Я ничего сейчас не успеваю. Мы сейчас быстренько пойдём и с дынечкой подстрижёмся. И вернусь домой. Мне надо снять два видео, всё вот это вот убрать, все дела. Короче, вот так вот платьице смотрится. Очень красиво. Решила всё-таки показать вам, как это смотрится под пиджачок. Вот, смотрите, пиджачок, сумочка, кроссовочки белые. Вообще просто мега. Я не знаю, что здесь добавить. Отличный образ. И платье шикарное сюда, просто идеальное. Летний утеплённый лук. Как вам напишите? Это я показывала, кстати, распаковочку на своём втором канале. У меня все распаковочки практически, большинство, 90%. Это всё там и всё туда переходит. Покупочки потихонечку. И кто-то ещё писал. Что ж писал? А, и частенько мне пишут, что вот типа платье под кроссовки, там то да сё, что босоножки отменили. Да нет, не отменили. Кому нравится, носите под босоножки. Но я честно, честно, я не люблю босоножки. Я не люблю каблук. Я не люблю ровную подошву. Максимум, что я люблю платформу, да, и то. Ну, с платформой найти босоножки, которые мне прям нравятся, которые будут супер-пупер и удобные, это вообще на самом деле редкость. У меня есть спортивные, но сюда спортивные не подойдут. Вот. Но мне нравится образ под кроссовки. Более того, то есть мне реально нравятся под кроссовки больше, чем под босоножки. Сарафан под босоножки – это классика. А сарафан или какое-то платье под кроссовки – это уже более современно, потому что сейчас на самом деле очень много кто переходит на вот эти вот… Ну, не переходит, а я имею в виду носят. И слава богу, и я рада, и я счастлива, что это модно и стильно считается под какой-то такой сарафан одеть кроссовки. Это вообще я счастлива, потому что это реально удобно. Ты готов, зайчик? Да. Ну, все, пойдем. Так, ну что, мы приехали, Деня, как всегда, это… Пойдем стричься? Пойдем стричься. Нет, нет, говорит, не стричься. Я уже в камуфляже. Все, пойдем, зайка. Смотрите, какой вот мы гороши, да? Сейчас подстрижемся, будем красивыми, да? Нет. Ай, а угощение, скажи-то! Наши любимые конфетки. Мы, кстати, у вас в первый раз попробовали, теперь покупаем. Он их обожает. Зайчик, смотрите, какая стрижка у нас. Пробор выстрелили. Пока-пока. Ты еще придешь? Ага, со слезами, но придем. Едем сейчас быстренько домой. Деньку чисто вывезла, подстрижься. Мне все-таки надо снять видео. Я не знаю, хотя бы одно видео сейчас сниму. И опять нужно там ехать в МФЦ и по магазинам. Блин, надо успеть. Ну, по магазинам, ладно, тогда 22 все работает. А вот МФЦ до 6 вчера. Пришла домой, уже сняла вам видео. Сейчас я... Денька смотрит мультики. Тихонько, кстати, вообще мне ничего не мешал. Прям сидит, смотрит. Он, наверное, намучился там на стрижке, наплакался отдыхать. Занимательно смотрит, даже не идет ко мне. Я решила себе быстренько, еще не завтракала, девочки, а время половины пятого. Быстренько сейчас тебе сосисочки, помидорчик, два яичка. По-быстрому замочу. Денька перед выходом, кстати, буквально час назад, он поел. А, час назад, полтора. Сейчас он чем-то захочет. Сейчас я ему фруктов дам каким-нибудь. Он и мясо сегодня ел, и макароны со сыром ел. Короче, много всего. И кашу утром поел. А я ничего не ела еще. Сейчас я поем, ему тоже дам что-нибудь, и мы побежим дальше. Так, приготовила вот моя красивая яичинка. Сейчас быстро поем. Тут уже у меня кушать задач новых еще, блин, написали. Надо проверить. Я точнее не буду здесь есть. Я сейчас пойду за стол. Рабочие будут параллельно работать, в компьютере и есть. Ищу, ищу я камеру. Вот она, она под сидением. Со всех сторон уже обыскалась. Пришла домой, нету камеры. Думаю, ну пипец. Но я слышала, что что-то упало. Э, моя камера родная. Так, ну все. Моя камера. Всем привет. Так, за сумкой я сходила. Фаберлик получила. Девочки, блин, там походу, там походу вообще что-то огненное пришло мне. Я заказала джинсы за большинной талией. Офигенного цвета. И мне кажется, оно прям мне идеально подойдет. По размеру. Вот если все 42-е, как все подходят по размеру, И этот сядет, то я буду счастлива джинсом, Потому что очень крутые по цвету. Буду надеяться, что подойдут. На втором канале будет распаковка. Смотрите. Девочки, также на моем втором канале Вы увидите подробный обзор Вот этой вот нереальной маски из Фаберлик. Очень гламурной, перламутровой, розовой. И еще вот такой вот заказала новый CC-крем. Мне кажется, оно очень хорошее. Посмотрим, затестим с вами. Из новиночек еще вот такой блеск, который придает объем и зеркальное отражение. Губы очень классные получается. Мне нравится. И вот такой вот гель-корректор. Он идет с тонирующим средством. В общем, он лечит. Прищики можно замазывать. Он лечит и в то же самое время маскирует. Отличная вещица вообще. Девочки, смотрите, я отдаю розовый костюмчик свой. Это только видео недавно сняла. А здесь вот, пожалуйста, продается белый. Такой же только белый. Черный. А я розовый. Отдаю. А вот еще смотрю, я офигеваю. Точно такая же расцветка. То, что вот она, кофточка висит. Точно-точно расцветка, как я отдаю. Блин, думаю, может мне отдавать? Оно что, модно? Новая коллекция висит. Смотрите, девочки, купила вот, ну, чуть-чуть поменьше, может, размером, да? Вот, 399 рублей. По набитости то же самое. Чуть-чуть побольше вот эти штучки белые. Фикс прайс за 150 рублей. Дешевле. Здесь 50 на 80, а там 70 на 40, что ли. Чуть-чуть поменьше. Ну, такое же классное набитое, на мой взгляд. Так что хорошо, сэкономила. А вот есть беленькие, такие хорошо тоже, кинобитенькие, только невысокий ворс. Всего 99 рублей, 40 на 60. Вот у меня 40 на 60 белые, да, только с длинной шерсткой. Набрали, Деньки, трусов. Он сам выбирал, кстати, трусы, носки и рюкзак. Этот ему тоже понравился, как и мне. Теперь будет с ним таскаться. На кассу идем. Сейчас были в H&M. Я сдала 3 пакета и получила 3 купона на 15% скидку. Я почему-то думала, что этот купон 15% идет на весь чек. Оказывается, он идет на одну вещь. Я, короче, ему взяла рюкзак, взяла трусы, там, 3 штуки, в другой 2 штуки и носки. И думала, что я один чек сделаю. А она мне говорит, я даю ей один купон. Она говорит, ну, давайте я вам на рюкзак сделаю, он больше всего стоит. Я говорю, в смысле, говорю, а... Короче, я все купоны отдала. Скидка у меня была где-то 450 рублей. Так что 9 вещей моих 450 рублей у меня забрали. Ну, хорошо, зато купила свеженькие носочки, трусики и рюкзак. Только что-то он походил-походил с ним, а потом мне говорит, мама, на, я говорю, нифига, рюкзак куплен тебе, таскать его будешь ты, мама, и с твоей сумкой. Так что вроде тащил потом. Ну, надо его приучить, а то что. И все время я не беру сейчас, мне с рюкзаком не всегда под луки мои подходит рюкзак. И я сейчас хожу с маленькой сумочкой, рюкзак мне под мои луки не подходит. И реально там водичку взять, салфетки взять, элементарно. То есть я не буду набивать ему там, конечно, полный рюкзак, но элементарные моменты, которые ему понадобятся, да. А если мы на пляж куда-нибудь идем, то тоже полотенчика ему туда положить. Да даже в бассейн мы идем, реально, я тащу. Зачем? Положила туда ему полотенце, положила ему туда плавки, шлепки его положила. И пусть идет, несет. Ну, ладно, в любом случае рюкзак, если вдруг он мне его отдаст, прямо не захочется его таскать, в любом случае на плечи его даже в поездку. Вот поедем мы, на плечи я его закинула. И в поездке мне уже все равно, как я выгляжу, честно говоря. Лишь бы удобно было. И рюкзак, конечно, удобнее сумки. Крошки мои прибежали мы домой, погуляли немножечко. И Танюша приехала к нам в гости. Параллельно я снимаю, она смотрит, как я снимаю. А покажу вам ее сзади. Сзади она прекрасна. Какая заботливая девочка, пока тут занята. Вот она принесла нам еще... Что там, косточки? А ты бери вот этот без косточек вкусный. Принесла нам виноградик, который купила сегодня, да? Яблочки, мне кажется, очень вкусные. Мммм, спасибо. Крошечки мои, время... Знаете, сколько сейчас? Четыре часа ночи. Таня только уехала. Ой, короче, я так и знала, что если она приедет, то мы будем с ней болтать чуть ли не до утра. Ну, вот так вот. Болтаем, болтаем. Завтра я еще собираюсь к ней заехать. Она кое-что забыла отвезти ей. Ну, и завтра приезжает моя мама. Она поводит с малышом. И я пока завершу по-быстрому все дела, которые нужно успеть мне завершить. Ну, в принципе, к поездке я уже готова. Вот. Сейчас видео должна была вам оформить на завтра. Но смотрю, что я неправильно вывела фильм. И мне нужно сейчас его вывести заново. Думаю, скажу вам об этом. Вот. Что-то, не пойму, насморк какой-то. Не надо нам в дорогу насморк. Покупочки всякие разные сегодня были. Покажу вам потом в покупках все. В общем, спокойной ночи. Вот я решила сказать. И решила сказать, что в 4 часа я только села за компьютер. Сейчас такое что сделаю и лягу спать. Завтра мама должна рано прийти. Спокойной ночи. Доброе утро, мои хорошие. Вчера Таня ушла от меня в 4 утра. Уехала. Я легла спать в 5 утра, потому что еще в полчаса я там занималась видео. Я неправильно его вывела там. И я его рендерила заново. И пошла спать. И сегодня утром мама уже пришла. Деньку с утра заняла. А я, девочки, спала впервые. До половины третьего. Половина третьего. В три я уже выкатилась из спальни. Кофе сейчас пью. Видео оформила. Мама Чоли у меня вот в гостях. Моя принцесса. Завтрак приготовила. С Денечкой сидит. В Деньке вон стрижка модная. Влог включила. Только что я его опубликовала. Она вот его смотрит. Вот. Приготовила завтрак уже. Пюресечку мою любимую. Салатик. В общем, все вкусненько. Но я сейчас пью кофе сначала. Потом уже буду есть. Хотя так вкусно пахнет, что я уже готова есть. Вот. Готовимся потихоньку к отъезду. И сегодня я собираюсь сходить в солярий. Не получается у меня сделать быстрый загар моментально, как в прошлый раз. Потому что сегодня девочки моей нету в Ростове, к сожалению. А я только к ней пойду, если что. Настроение хорошее. Я выспалась. Ну, конечно, выспалась. Я почти 12 часов проспала. 10 часов проспала. Вот. Вся предвкушение, поездки. В общем, рада. Ногти надо накрасить еще. Ноги накрасила тогда еще. А ноги на руках нет. Надо накрасить. В общем, все хорошо. Если что, сегодня со мной будет. Так, ну что, мои хорошие. Я собираюсь на выход. Милая, как видишь, что я одеваюсь. Сразу мяф. Он ругается. Мама. Куда это ты собралась? Мама. Кошка моя любимая. Моя. Кошатина моя. Смотрите, как гламурно моя девочка лежит туда. Следит за обстановочкой в доме. Лапу свесила. Длинноногая моя. Длиннолапая моя. Кошечка моя. Мама пойдет сейчас. Вернется скоро. Такая красивая мне. Не могу налюбоваться тобой. Еду сейчас в торговый центр кое-что надо докупить. Девочки, зашли в магазинчик. Смотрите. В Пуме. Оказывается, какие прикольные есть эти кеды. Я вообще сначала увидела, что что-то блестит. Беленькие. Мерседес. Потом Порш. Да, по-моему, Порш, если я не ошибаюсь. А, девочки, еще БМВ есть. Вот, БМВ. Я не знаю, какая будет моя будущая машина. Потом приобрету себе что-нибудь такое. Со скидкой они стоят сейчас 3,490. И вот классные мне нравятся тоже. Ну, прикольная моделька. Стоили десятку. Сейчас пятерку. Скидки, скидки. Крошечки мои. Мы восстанее, кстати, вышли. Вышли. Она мне составила компанию. Мы зашли, еще кое-что докупила. Вот, завтра я уже уезжаю. Завтра я уезжаю. Сегодня влог я этот закончу. Сейчас я не знаю. Может быть, на набережную проедем и мороженое съедим. Смотрите, на лице я. Она только что не хотела Цезарь Блин, но разделила со мной этот же скач. Да. Я просто не могла оставить тебя в беде. Да. И также хочет разделить со мной свою боль и угостить меня с салом. У нее дома сало. Возможно, да. Да. Возможно, я угощусь сегодня. Едем мы с Таней. Да, и Таню предлагают всякие идеи. Палево. И мы просто фантазируем на самом деле. Я говорю, давай, подожди. Давай что-нибудь актерское. Я говорю, снимем. Думаю, кладись, выкладываешь. Какие-нибудь эти. Бесплатно. Да, это ерунда, Таня. Блин, не переживай. Давай, короче. Таня начинает. Говорит, давай поругаемся с тобой на камеру. Я говорю, мы с тобой, ну, в смысле... Опять? Да сколько можно? Обычно мы это делаем, разве это кому-то интересно. Ну, да. Ну, и она начала про какой-то... Как ты начала? Про какой-то рожок. Рожок? Какой-то рожок. Макдональд? Типа я продавец, продаю рожки. И она недовольна рожком, который я ей подала. Я говорю, давай, это рожки там надо пойти купить. Что-то пока растает, надо успеть снять. Я говорю, давай что-нибудь другое. Давай возьмем какой-нибудь, типа что? Типа я визажист, ты говоришь? Да. Типа я визажист, вы идею зацените, как, хотели вы такую сценку? Да, конечно. Я типа визажист, я типа тебя крашу, что? Да, я пришла к тебе на услугу, ты должна меня накрасить, у меня должен быть вечерний макияж, ну, что-то такое невызывающее и в то же время такое волнительно-очарующее. У нас коротенькая на минутку должна, буквально на минутку, да? Мы же в инстаграм вот эту сцену. Так, ты такая вся в ожидании того, что я сейчас тебе сделаю чарующий макияж. Конечно, ты себя рекомендуешь как со стажем, с опытом, у тебя хорошие рекомендации. Да, я уже, то есть я беру, достаю так, все это... Да, да, да. Вот так ничего ужасного. Вот типа того, что-то крашу, да? С гламуркой. Ну? Ну, ну что, и дальше? И вдруг я что-то делаю не так, что, например? Да, ну дальше я как бы... Может, я в глаз попадаю? Может, я в глаз тушу? Ну, это нужно, знаешь, несколько вариантов исхода. Знаешь, ожидание, реальность. Чего ждет зритель? Чего ждет зритель? Нет. Ожидание, реальность, да? Как бы, ну, чего хочет уйти зритель в дальнейшем, в истечении ситуации. Да? Да, в чем я хочу, чтобы ты попала мне в глаз, а? Мы можем делать опрос такой в комментариях. Да, что хотят увидеть дальше? Что ты мне стрелки накрасишь до висков. Третий вариант у нас будет рот такой, чтобы это, да? До носа, до ушей. Это сериал будет у нас такой. Нет, ну мы же сначала... Это реактивный сериал. О, это будет такой, короткометражки. Типа, что вы хотите, чтобы было дальше? Как гуляют девушки, которая одна замужняя, верная, а другая свободная девушка. Я частенько могу вот так вот сидеть одна, потому что знакомиться, подходят знакомиться, я сразу устраняюсь, но понимаю, что моя Таня свободная, она в поиске и даю возможности с кем-нибудь познакомиться. Вот сижу, теперь ем мороженое одна. Она там общается. И вполне себе нормально. Главное, чтобы меня никто не трогал. Я не. Ну что, кошечки мои? Мы поели вкусняшки мороженки. Опять поели. Опять поели. Пофоткались. Рубрика, рубрика, что мы делаем? Едим. Да, сделаем. Ой, что зафоткаю? Я думала, это ты. Да, я сама. Надо, деток, сфоткаться красиво. Ага, шерсти хорошенькие. Я не могу найти. Твой загар. А чисто она мне напомнила варнов. Короче, едем домой. Танюшу отвожу. Сама еду домой. Монтирую для вас этот влог. И завтра выезжаю. Вот. Я приготовила для вас кучу видео всяких разных, чтобы вы не скучали без меня, чтобы вам было что смотреть. Вот. И на втором канале, и на главном канале здесь много всего, что обещала, сняла наконец-таки. Так что смотрите, не скучайте. А когда я приеду, влог обязательно сниму новый. И, возможно, постараюсь покупочки новые показать. Я там собираюсь в один магазинчик съездить. Кое-что прикупить, посмотреть. В Москве все равно больше выбор. Вот. Так что погляжу. В принципе, могу уже с вами прощаться. И Таня тоже прощаюсь на неделю. Всем спокойной ночи. Заходите к нам в сторис. Всем спасибо за внимание. Да. И пока-пока. 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 Прям хором. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok